Мы поговорим об одном из центральных событий уходящих дней, конфликте Министерства образования и науки и Академии наук. Все началось с того, что днями министр образования и науки Дмитрий Ливанов назвал Академию наук нежизнеспособной. Бывший министр, теперь помощник президента Андрея Фурсенко, назвал эти высказывания эмоциональными и призвал обе стороны к сдержанности. Но было поздно. В знак протеста пост председателя Общественного совета при имене оборонауки покинул наш выдающийся академик-физик, мобилевский лауреат Жарис Алферов, который, между прочим, называют потенциальным кандидатом в президенты Академии наук. Процесс выдвижения начнется на следующей неделе. Ну и сейчас Жарис Алферов на связи с нашей студией из Комарова под Петербургом. Здравствуйте, Жарис Иванович. Добрый вечер, Сергей. Не буду вас мучить вопросами про выбор в Академию, оставим их за скобками, дождем следующей недели. Хотел спросить вот про события уходящих дней. Не перебор ли была ваша реакция? Что вас не устраивает в министра Ливанове? Ну, вообще говоря, нападки на Академию начались давно. Ее называли наследием тоталитарного царского режима в 20-е годы. Ее называли наследием тоталитарного советского режима в 90-е годы. А я всегда говорил, что наша Академия наследница Петра и Академия наук – это высшая научная организация страны, которая определяла и определяет научную политику. Именно Академия родила и атомный проект, и радиолокацию, и многое другое. И Академия всегда работала вместе с университетами. И моя позиция, что нам науку в университетах нужно развивать вместе. И это происходит и в Московском физтехе, он и создан Академией наук, и у нас в Петербурге, в политехническом, в других институтах. Я создал в 88-м году новый физико-технический факультет. Академический университет взаимодействует с вузами. Поэтому для меня это было удивительным, я сформулировал свою позицию. И я не счел возможным работать в таких условиях, когда министр говорит, что Академия нежизнеспособна, что Академия есть та организация, которая непригодна. Понимаете, ведь давно говорили о элитном клубе ученых и прочее. На самом деле, мои коллеги за рубежом, везде, они на самом деле очень высоко ценят Академию. Поэтому я и написал это заявление. В среду у нас был Санкт-Петербургский форум по образованию, на который приехал Ливанов, и я ему об этом сказал. Ж.С. Иванович, вы знаете, вот всем нам, людям из вне научной среды, мы находимся с этим очарованием вас, ваших коллег, в то же самое время, по прошлой жизни. Я помню, что в Советском Союзе был такой ГКНТ, Государственный комитет науки и техники. И он, собственно говоря, сводил научный мир с миром промышленности, производства. Да, с внедрением и в Советском Союзе всегда периодически, скажем так, возникали проблемы, но был механизм. Так вот, каким вы видите, собственно, механизм-то взаимодействия научного мира с реальной жизнью? Что должно-то быть? Академия ведь тоже сама по себе, просто как Академия существовать не может? Главная проблема отечественной науки сегодня – это невостребованность ее результатов экономикой и обществом. И здесь Владимир Владимирович это прекрасно понимает. Я считаю, что вот он сформулировал недавно лозунг для страны к 2020 году иметь 25 миллионов мест в экономике на основе высоких технологий. Это лозунг не только для бизнеса. Это лозунг для науки и образования. Чтобы иметь это, мы должны развивать научные исследования и собственные научные разработки. Мы должны продвигать образование с учетом изменений в системе подготовки специалистов. В принципе, я думаю, в принципе, наверное, ну вот в самом начале, между прочим, перестроечных этих лет, вот в 90-е годы, в 93-м, 92-м, было создано Министерство науки и технологий. Потом оно стало Министерством науки и промышленности. В ЛГКНТ, наверное, вообще говоря, несмотря на то, что наука и образование едины, в министерском смысле, наверное, лучше. Но я еще раз хочу сказать, меня прежде всего волнует, вот сегодня очень тяжело рождать и пробивать новые вещи. И нам в Академии. Наша система в значительной степени построена, там, коррупция, я не буду о ней говорить, построена, вот, сборник правил, следуйте им. А новые вещи всегда против правил. И нужно, чтобы их можно было делать. Жарис Иванович, ну вы говорите поразительную вещь. Из ваших слов выходит, поправьте меня, если я ошибаюсь, что, в общем-то, вы с Ливановым-то единомышленники, думая о новых механизмах взаимодействия науки с одной стороны и реальной экономики с другой. То есть вас, получается, больше всего обидел, может быть, тон, в котором Дмитрий Ливанов оформил свое мнение? Нет, ничего подобного, ничего подобного. Самое главное, между прочим, что все эти вещи нужно делать на высоком профессиональном уровне. Изменить работу Академии наук определенным образом, не кардинально отнюдь, потому что, в принципе, мы движемся в нужном направлении, должна сама Академия наук. Академия наук – это, между прочим, собрание высоко профессиональных людей. А Минобранауки сегодня, извините, я думаю, что, я бы вообще говоря, ну, понимаете ли, дед, я не хочу в это влезать, но было правильно, когда у нас было. Наркомат или Министерство просвещения – школьное образование особое. И даже иметь в одном министерстве и вузы, и школу – это уже неправильно. Школьное образование – это великое дело, и пусть им занимается свое Министерство просвещения. Высшее образование очень тесно связано с наукой, но управление им тоже особый случай. Поэтому, понимаете или нет, у Ливанова все время звучит, вот, извините, я вот считаю, что даже сегодня очень привлекают там выборы в Академию и прочее. Это научное сообщество. Выборы в Академии – это не выборы в Госдуме и не выборы президента страны. Это научное сообщество решает, а СМИ потом можно это ценить и никоим образом не должно вмешиваться в процесс. Здесь даже вот так называемая открытость, она безусловно нужна, но обсуждать эти вещи сначала нужно в сугубо профессиональном сообществе. Я понял Ваши мысли про необходимость. Я могу Вам, значит, рассказать забавную историю, которую я рассказывал недавно вот на этом форуме по образованию. Моим близким, хорошим знакомым был профессор Игрейн во Франции. Он занимался тоже физикой полупроводников. А потом он стал министром науки Франции и открывал много конференций. Однажды, открывая конференцию по опыту электроники, он сформулировал, как происходит научно-технический прогресс вообще. Физик открывает новое явление. Приходит теоретик, Дмитрий Викторович Ливанов физик-теоретик, и пишет теорию его. Потом приходит инженер и создает новый прибор. Когда это стоящее явление, интересная вещь, вот так развивается научно-технический прогресс. Потом приходит философ, который не знает ни физики, ни математики, ни инженерного дела, но обо всем любит поговорить. Вот наши проблемы должны решаться профессионалами. Ну, пожалуй, последнее так, Дажарис Иванович. Так вот, Дмитрий Ливанов-то в ваших глазах, все-таки, прежде всего, физик-теоретик или философ? Примирение-то возможно? Я думаю, что в вопросах школьного образования и организации науки в целом, он скорее философ. Понятно. И понятно ваши мысли про необходимость сохранения автономии Академии наук. Спасибо. Дажарис Иван Чалферов, наш Нобелевский лауреат, академик Российской Академии наук, был на связи с нашей студией.